Достижение прошлого, настоящего и будущего в Белгороде стартовал фестиваль науки Юго-Запада России. Часть Всероссийского научного форума «Наука-0+. И сегодня в Молодежном культурном центре БелГУ состоялось торжественное открытие фестиваля. ВУЗ единственный в Центральном федеральном округе имеет статус научно-исследовательского. Значение форума для региона подчеркнул губернатор Евгений Савченко. Я думаю, что данный фестиваль послужит таким мощным толчком в увлеченности и вовлеченности молодых людей в научные исследования. А что значит вообще заниматься наукой? Ответ здесь очень простой. Надо задавать вопросы почему, зачем и что надо сделать, чтобы вот это получилось. Задавайте себе эти три вопроса и все у вас получится. С фестивалем вас, с началом фестиваля, с приобщением к большой науке, чтобы каждый из вас стал реализатором больших и малых проектов. Из первых минут торжественного открытия реальное доказательство всем присутствующим, что наука это невероятно ярко и интересно. Фестиваль же даст возможность всем от мала до велика познакомиться с наукой ближе. С сегодняшнего дня в Белэкспо-центре работают семь интерактивных площадок. От зарождения вселенной до виртуальной реальности. Вход свободный для всех. Одной из первых по маршруту путеводителя в науку пошла наш корреспондент Александра Прозорова. Наука крутит педали эволюции. Эта фраза не случайна даже у меня на футболке. Фестиваль науки, семь тематических зон, ноу-хау, около 40 участников. Поехали знакомиться. У нас здесь представлен контактный музей средневекового военного дела. Представлено дело военной Руси и сопредельных государств. То есть прибалтийских немцев, например. Точные копии восстановлены по археологическим находкам и другим научным данным, которые можно брать в руки. То есть в отличие от остальных музеев, где, к сожалению, нельзя дотронуться, у нас как раз нужно дотрагиваться, можно кое-что померить. Вот такой венец носили богатые русские женщины в 13 веке. Вот это рясно. Вместо сережек, но на самом деле это оберег от злых сил. Неподалеку от исторической зоны медицинская здесь можно узнать о последних фармразработках, новшествах в ветеринарии и освоить первые медицинские навыки. На фестивале науки можно научиться делать инъекции для тех, кто этого делать не умеет. Вот я сейчас попробую. Здесь есть специальный тренажер. Он имитирует мышцу и кожу. Пробуем. Внутримышечная инъекция, как мне объяснили, она делается под углом 90 градусов. Ну вот примерно так. А это уже съедобная наука. Попкорн с азотом. На этой интерактивной площадке самое вкусное и веселое блюдо. Мы нальем еще немножечко азота. Смысла пока не поняла. А, вот теперь поняла. Вот теперь понятно. Пару из ушей, изо рта, из носей. Пару из ушей, изо рта, из всех мест. Да, можно вот так вот его есть, собственно говоря, и охлаждаться. Попкорна наелась. Я не могу выжить морозить. Можно, конечно, заморозиться, потому что температура аж минус 196 градусов. А теперь аккуратненько открываем рот. Открывай. И шуй скорее. Шуй, шуй, шуй. Как ты думаешь, на кого ты сейчас похож был? На дракона. А это самая большая площадка фестиваля «Робототехника». На входе нас встретил Теспиан, родом из Великобритании, специальный гость фестиваля. Что ты умеешь делать? Я умею показывать сценки. А еще петь, читать стихи, танцевать и даже на машинке вышивать. А спеть сможешь? Кэспиан, ну а комплимент мне какой-нибудь сделаешь? Я давно мечтал познакомиться с такой красивой девушкой, как ты. Но далеко не все роботы были настолько дружелюбны. Я нашла роботов здесь, которые кусаются. Есть также скорпионы, которые... Страшно. А, то есть на меня еще и поохотятся. Такое разнообразие не только привлекает к площадкам, но и демонстрирует различные решения. А вот Андрей Емиц из Белгородской школы робототехники прямо на фестивале собирает свой гоночный автомобиль. Вообще я рассчитывала ее для гонок делать. Ну она с блюкоза управляется из-за телефона. Почему именно робототехника тебя заинтересовала? Ну, как по мне, это профессии будущего. Так, сейчас роботы очень популярные. Я уверена, что сейчас многие дети начнут заниматься робототехникой. Но я уже три года занимаюсь почти. Если соорудить робоавто или вот такую пушку мне не под силу, то 3D-ручку я освоила с легкостью. 200 градусов дойдет, нажимаем, отсюда по ее струе и наносим. Вот я смогла признаться в любви к фестивалю науки. Не упустите эту возможность и вы. Александра Прозорова, Виталий Петренко. Такой день на Мире Белогорье.